Приветствую, друзья! Вот я хочу вам показать из своего архива эта газета, но очень старая. Видите, там написано «Энергию стресса на мирные цели». Стресс – это энергия. Это, кстати говоря, я хочу вам сказать, неисчерпаемый источник энергии, потому что человек всё время находится в вечном внутреннем противоречии между тем, каким он хочет быть. И что он при этом чувствует? Вот это противоречие между сознанием, подсознанием и организмом. Отсутствие всё время вот этой целостности, постоянная попытка человека восстановить этот гомеостаз, выработанный миллионами лет эволюции, проб и ошибок природы, пока мы, наконец, стали такими, какие мы есть. И вот в этой статье, а это ведь, знаете, когда было? Вот там, видите, ещё мой там автограф написан. Врач – профессионал, а врач – это профессионал и разносторонняя личность. Вот я такой есть межведомственный, меж всякими отраслями. И художник, и поэт, и писатель, и учёный, и психолог, и врач. Это медицинская газета, друзья. Она была основана ещё, вот здесь написано, профессиональное врачебное издание, основанное в 1893 году. Выходит по средним и пятницам, распространяется в России и других странах СНГ. Там написано не только обо мне, там воспета слава, так сказать, ну так пафосно говоря, и моим детям, Алену и Шелии. И там вообще написано, раньше династии были в Советском Союзе, стали литейной династией, ещё какая-то династия. А теперь забыли это хорошее такое вот начало, когда отец и сын, и дочь, это же династия, там об этом тоже написано. Но я хочу вам сказать, что мой сын Олен, только недавно я о нём говорил, я сегодня ещё хочу о нём сказать, что он такой молодец. Я там даже где-то напишу его канал, кто захочет в Махачкале, например, или где-то там поближе, потому что Махачкале работает. Это самый такой трудный участок работы. Да, и Шейла, Шейла моя со мной здесь в Москве работает. Я напишу, если вы хотите, кто хочет позвонить, потому что у них свои стили работы. Ключ один, а способы подачи материала индивидуально разные. Кому-то у Шейлы лучше нравится подход, кому-то Лену нравится подход. Но это всё равно, как, допустим, есть любовь, а песен о любви много. И они не исключают друг друга, только усиливают. И поэтому, на самом деле, это у нас династия. И у нас есть фамильные секреты, конечно, которые мы никогда не выдаём, которыми мы пользуемся в самых крайних случаях. Как поставить на ноги человека с очень серьёзной психосоматикой. Ну, сейчас я просто об этом говорю, потому что мне хочется гордиться своими детьми. И равно так же я хочу гордиться нашей школой «Человек будущего хомофутурус» давно созданной, и в которой сейчас уже сотни тысяч людей из разных стран. И мы вместе создаём науку человечности. И этот ключ в данном случае является инструментом для того, чтобы человек открывал в себе свой генетический потенциал, геном Творца, выработанного миллионами лет эволюции, и там все стадии предшествующих поколений, чтобы он открывал, подключая к решаемой им задачи. И там весь опыт наших бабушек и дедушек. И всё, что мы слышали, и вообще во сне даже видели, и всё, что читали, включается в этот момент в едином направлении. Свободный поток ассоциаций, рост и тем. Это вообще потрясающая вещь. И я с некоторым напряжением всегда слежу в интернете, «А вдруг кто-то нас обогнал? А вдруг кто-то... Ну как-то... Как-то... Вдруг мы где-то отстаём?» Да, и каждый раз, когда ты открываешь какого-то человека, который вещает интересные вещи, я хочу его сдать должное, очень много людей, специалистов, мощнейших. И в психологии, и в медицине, и в философии. Да, очень много мощнейших. Но я, не называя имён, хочу сказать, с удовольствием их смотрел, и кого-то даже хотел отметить с благодарностью, как умеет хорошо выразить мысль, идеи, как согласовать психические и физиологические процессы, чтобы человек был целостный, чтобы избавился от паника, от страха. Но при этом, естественно, я с ревностью смотрю, а как же? Я же жизнь на это кладу. С белой завистью смотрю на тех, которые продвигаются в интернете, помогают людям. И при этом горжусь нашей школой, друзья, потому что я вдруг увижу каждый раз, что мы всё-таки идём первыми. Да, мы идём первыми, и вот так, чтобы вот использовали для работы с неопределённостью, а это сегодня самая модная тема, ну, потому как актуальная, ну, серьёзно. Вот этот источник неисчерпаемый, возобновляемый энергии, как стресс, страх и боль, никто, кроме нас, не умеет делать. Да, не умеет делать, только мы это умеем делать, и у нас и философия, и человек-творец, и механизм использования нулевого состояния, описанного мной в новой модели работы мозга, в стрессу, зайдите, посмотрите у меня на сайте там, которая доказала свою истинную полезность, и в Беслане, когда я вводил людей из острого шокового стресса, когда они о ней не слышат психолога. И при подготовке МАШ-500, международная программа. Ну, короче говоря, что я буду говорить, вы всё это знаете, я просто хотел сказать, что я горжусь нашей школой, и вот сейчас, кто не записан ещё в Телеграм, запишитесь, я там читаю, как благодарят нашу Абакумову любовь. За её такую искреннюю помощь в развитии и поддержке нашей школы, чтобы больше людям было полезно. Я присоединяюсь, конечно, да. Необыкновенный человек нашей Любови Абакумова. И много у нас таких людей, очень много. Я время от времени потом буду прямо именами так награждать вас своей душевной благодарностью. Если бы не вы, куда бы наша школа была? Какая школа была бы? Вы что? А мы сегодня единственные на планете, которые даём новые и новые технологии, самое главное, концептуально новые вещи, которых сегодня нигде я не услышал, как бы внимательно не смотрел в интернете. Использование такого источника энергии, неисчерпаемого, как боль, страх, для решения своих проблем ранее нерешаемых, творческих, социальных, оздоровительных. Это то, что позволяет человеку быть человеком. Это, конечно, потрясающе. Я горжусь нашей школой. Спасибо вам, друзья. До встречи. Да, не забудьте вебинар у нас. Там, как говорится, разговоры-разговоры, обед и бесплатный ликбез бывает раз в два в месяц, или два раза в месяц, по два-три часа. Смотрите плейлисты там на главной странице Ютуба моего канала. Смотрите, всё бесплатно, да ну. Смотрите. И, конечно, вебинар. Так что не забывайте. Там будет дано то, чего никогда раньше в интернете не было. До встречи. Смотрите.